Мы сейчас находимся в нескольких километрах от Гадрута. Получаем оттуда от ополченцев, которые туда едут, оперативную информацию. Сейчас, по предварительным данным, нам удалось, кстати, с местным жителем пообщаться, чей сын находился как раз на одной из высоток, который наблюдал, собственно говоря, проход этой диверсионной группы. Их было в районе 200 человек, они были в черной форме. Есть все основания полагать, что это был элитный турецкий спецназ. Вот по самым последним данным, тоже, опять же, местные жители на связи с Гадрутом, вот в деревеньке, которая здесь неподалеку, главная задача была этих спецназовцев поставить флаг над Гадрутом, чтобы подтвердить, скажем так, политическое заявление Алиева. Нам точно известно, что глава Гадрутского района находился в это время на месте, не покидал здание. Есть предварительная и тревожная информация о том, что он ранен, но также говорят, что в городе идут интенсивные бои и, так или иначе, пытаются взять этот спецназ в кольцо силы армии обороны Карабаха. Сейчас на фронт едешь? Да. Что будешь делать? Ну, посмотри. Подобрались к Гадруту еще ближе. Вот, ребята, снайперская группа здесь сейчас работает из армии обороны Арцаха. Дело в том, что одна часть диверсантов, пока называем их так официально, находится вот в ущелье по правую руку от меня, другая за этим холмом, там, где стрельбище. Они, на самом деле, там действительно блокированы. Идет бой, но есть вероятность, что какие-то, скажем так, бежавшие или дезертировавшие спецназов турецкие, еще раз подчеркну, это предварительная версия, могут спускаться по этому холму. И вот там нескольких человек уже засекли, как сказали ребята нам, человек четырех. Если они будут предпринимать попытку выйти сюда или скрыться, вероятнее всего будет открыт по ним огонь. Вообще, конечно, снайпер такая профессия специфическая, ее редко афишируют, но вот один из ребят, это доброволец, который приехал сюда защищать Арцах, расскажет, собственно говоря, что происходит. Рома, расскажи, что наблюдаешь, какие передвижения противника. Группа диверсантов, наблюдаем. Я так понимаю, на две части было разброшено, расколото. Спецоперация в городе продолжается, но там уже побывал президент Нагорного Карабаха, Раек Арутюнян, и мы с ним успели пообщаться. Вот послушайте, что он сказал. Раек Арутюнь, Ага. Президент нас заверил, что ситуация в городе стабильная. Идет спецоперация. Действительно уничтожаются там боевики. Удалось поговорить с ребятами, которые непосредственно были в городе. Они говорят, что численность этих боевиков, и действительно, как и подтверждалось нашим собеседникам в одном из сел соседних, около 200 человек. Президент заверил нас, что до города мы можем доехать сейчас сначала. У таблички запишем, чтобы никто не сомневался, где мы. Затем спустимся в город, чтобы вы убедились, что он действительно под контролем армии обороны Арцаха. Находимся сейчас непосредственно в городе, вот за моей спиной. Заправка узнаваемая в Гадруте. Действительно идут стрелковые бои, очень плотные. Но, как нам рассказали представители армии обороны Арцаха, действительно, группа, которая диверсионная сюда прорвалась, чтобы подтвердить приказ Алиева и воздвигнуть там флаг. Сейчас блокировано и в ближайшее время, вероятнее всего, будет уничтожено. Семен Пегов, проект Варгонза из Гадрута.